всем приветики меня зовут аня и вы на канале юссана и сегодня я хочу вам показать свою готовую работу которую я вышивала точно не могу сказать два или три года мне кажется все-таки два но возможно три нужно все записывать вот честное слово скорее всего можно было бы пересмотреть видео и более точно сказать дату но я этого не сделала извиняюсь так что будем отчетно брать что два года кажется мне все-таки что два года и это сэмплер которая собрала сама из двух сэмплерах о вот blackbird design есть у него у него в общем у этого дизайнера есть два сэмплера один называется garden club другой называется anniversary и вот так как и в одном и в другом сэмплере мне нравились только какие-то отдельные кусочки я решила себе создать свой собственный сэмплер и взяла те куски которые наиболее мне были близки приятной и которые мне хотелось вышить вот как вы можете видеть размер вот этих сюжетов в двух сэмплерах разные да вот вот эти вот домики это вот этот вот крест да это сэмплер anniversary и здесь сами вот эти сюжеты они больше размером чем сюжеты и сэмплера garden club garden club конечно вышивается гораздо проще гораздо быстрее и за и за счет размера и вообще в принципе как я не знаю вышивались вот эти вот четыре кусочка очень легко и просто вот эти два последних я вообще мне кажется как-то очень быстро бахнула и и все закончилось вот но начинала я из середины и поэтому сначала вышивала вот эту центральную часть мне так было удобно вышивать на куст на пудда и получается мне выпали три большие куска из anniversary но что могу сказать вот вот этот вот этот вот домики они мне безумно нравились начали особенно центральный вот и было приятно их вышивать что по работе работа я достала представляете залезла нашла свою запись которая была вообще этом я не знаю когда сделано какие-то вот пометки есть у меня крестики я высчитывала но в общем итогов размер в крестиках 262 на 230 ой 262 261 на 231 крестик и в сантиметрах видите у меня здесь все написано на 36 каунте спасибо огромное моей вышивальный фейк который мне присылала передавала подарки с родителями и однажды она мне передала вот этот вот замечательный кусок на потому что 36 каунта у меня в запасах не было вот и я его покрасила как мне показалось покрасил вот удачно до тех пор пока не начала вышивать вышивать я решила в одну нить и как вы можете видеть некоторые нить и они просто практически слились не такие они яркие и прикольные даже вот эти сюжеты которые с garden club а эту работу вышивает еще софия на тридцать втором каунте вышивает две нити как и положено и у нее вот этих ну там и ткань у нее тоже гораздо ярче вот у нее эти кусочки очень яркие с моими вот что из из нити тоже хорошо что достала я бы сейчас не переписала бы и не 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 переписал не пересчитала бы даже вот это вот все потому что за такое количество времени лет у меня нити некоторые смешались что могу сказать нити очень много тогда когда я решилась на покупку этих нитей это для меня была огромная сумма реально огромная и муж сказал ну ладно бери и у меня даже здесь представляете карандашиком написано что с доставкой все это дело мне обошлось все нити 129 60 представляете насколько дорого мне приходилось из каждого ключа выписывать все эти нити потому что разные сэмплеры разные нити то есть если в garden club очень много нити переплетаются переходят из одного сюжета в другой и в универсари тоже если его весь вышивать то конечно нити будут более повторяться но когда берешь с разных сэмплеров естественно подборка нити тоже идет разное конечно они повторяются но не в количество и что у нас тут есть классик color works 15 цветов xd works 4 цвета я не знаю они и нет потому что викс у меня еще присоединились как бы и я их уже все вместе смешивала сейчас я просто не стала уже искать подбирать потому что это было бы но действительно очень долго я просто вам показываю что не нити действительно очень-очень и очень много не как сюда надо и джентл арт 36 цветов то есть суммарно получается 36 15 51 и 33 а вся четыре цвета это действительно очень дорого это действительно очень дорого и сэмплер совсем не бюджетный но так как я пошла по этому пути и решилась приобрела нити то отступать было некуда и естественно я стала вышивать нитки просто просто тут пачки пачки этих нитей вообще вот это вот с последнего кусочка который я вышивала из двух наверно может я собирала нитки вот нитки сами по себе отличаются до джентл арт они все между собой прекрасно перекликаются прекрасных можно вообще спокойно сочетать в любом соотношении но как только мы берем классик color works я не знаю может быть просто вот эти вот оттенки они такие более нежные попались здесь но они прям выбиваются они действительно выбиваются по покраске по по вообще ну по цвету понятное дело ну как-то вот отличаются они в работе отличаются тоже когда ими вышиваешь что я сделала в этом сэмплере на свое усмотрение там в каждом сэмплере есть какие-то детали и маленькие которые ты как бы должен сделать под себя давайте взять в руки или все-таки приблизить возьму в руки до чтобы меньше тут все тряслось буду показывать уже поближе начала я вот с этого среднего давайте его кстати и рассмотрим как он красивенький нежненький весь и здесь я сделала что в общем свитком я здесь вот это вот пяти там все вышивалась представлять на тридцать шестом каунте это вообще просто просто нечто здесь инициалы детей здесь 2013 год это когда мы переехали в америку видимо я решила что все дома и здесь вот и вот такие пометки для себя я сделала очень прикольно я вот сейчас даже не всегда могу вспомнить что к чему а вот так по датам в принципе я понимаю да к чему я привязывала но как вы понимаете этот сэмплер понятен только мне возможно конечно дяне он очень понравился день вообще все время все все нравится вот но возможно я ее попозже просвещу когда она будет постарше с чем связаны все эти даты либо в оформлении уже на обороте где-то пропишу вот этот сэмплер я посвятила себе с вот этой вот сосной с бабочкой я себя ассоциировала и вышила снизу свои инициалы и год рождения вот здесь в углу кстати некоторые детали мелкие я не вышивала либо вышивала что-то по своему усмотрению здесь вот эту вот часть я посвятила как бы начало нашей семьи мы с мужем познакомились 2003 году здесь наши с ним ну тоже инициалы арка диана 2 а и здесь диана и адриан вот надо было нам диану еще на буква как-то назвать и вообще у нас были бы не сплошные а вот такой вот сэмплер опять же здесь от пяти там все так меленько-меленько просто обалдеть перебираемся наверх я вам показываю ровно так как я вышивала этот кстати я вышивала уже не так давно и посвятила его детям вот видите тут даже написано 2 твой волос даже ведь вышила 2021 год значит уже в этом году представляете вот это вот середину я мусолила сколько два года и сейчас двадцать первом году я бахнула вверх и не сразу сразу все вышить странно и я вот и здесь написано дианой год рождения и адриан и год рождения и здесь буковка с потому что они ну дети под фамилией мужа вот и фамилия начинается на с следующий вот из этих я не помню какой я вышивала честно кажется вот этот а потом этот ну в принципе уже это и не важно и в общем здесь ничего такого нету единственное что я написала что в общем там где моя семья там мой дом уже спустя года я прихожу что там где семья мой дом они там когда мы переехали в америку почему-то стал моим домом в общем все меняется года идут и все меняется вот этот сюжет мне всегда очень нравился с бабочкой не знаю почему-то с бабочками нравится сюжетики мне алжерские глазки вот кстати вот в этом сюжете неудобно немножко держать вот этих вот лэйзи-дэйзи ну прям прям вот просто оторваться на них может их действительно здесь очень много и вышивать не очень-то прикольно не знаю не нравится мне следующий сюжет это вот такая вот птичка с прекрасной корзиной как стежок называется болгарский да по моему крест или нет вот что значит давно не вышивать поправьте меня я забыла вот здесь в цветочках просто гладь красивый тоже сюжетик ниточки вот эти все с переходом они конечно где-то видно а где-то и не очень видно что ниточки с переходом так что по-разному получается дальше я перебралась вниз и вышивала вот этот вот тыквенный сюжет и посвятила я его родителям вот здесь я написала parents написала пи и м и знаете как совпало да я я делала инициалы родителей павел и марина она английская также и будет так как бы папа папа они просто народе не фазер же говорят а так и говорят папа и мама или мам вот и уже первая буква нашей семейные фамилии вот вот такие вот здесь инициалы и 1986 год ну это год когда и родители создали семью и когда я уже там в конце года родилась так что посвятила сэмплер родителям тоже вот этот вот сюжетик мне казался очень-очень простым но когда я стала вышивать это конечно нечто было первых я сразу же ошиблась вот в этой части когда вот этот вышел а я приступила сразу вышивать следующий ошиблась вот здесь вот и забросил эту работу на месяц представляете тоже вот было где-то в июне месяце 2021 года вот и в общем потом добралась распорола и заново все дело начала но здесь вот вы можете видеть много вот одиночек очень много одиночек и это конечно усложняет работу удлиняет вот но здесь уже нету никаких инициал ничего помнится мне по схеме вот вы вот в этом месте должны были быть какие-то буквы по моему но я ничего уже не стала делать потому что наверное потому что я устала вот и завершающий сюжет вот это вот прекрасная дама которая вышивалась по моему легко она у меня вышилась я не помню чтобы какие-то были проблемы потому что здесь ну нету таких прямо одиночек-одиночек там вот видите по 4 крестика это уже не так печально как вышивать одиночки и вот здесь у дамы тоже алжирские глазки вроде как цветочек на голове вот буква тоже по вот в этом месте или нет по-моему на где-то на цветочке что стояла тоже какая-то буква ничего не стала делать потому что я уже но во первых мне кажется я и так насытила сэмплер датами всякими очень и очень сильно расписала можно сказать всю нашу жизнь в этом сэмплере но значимые какие-то моменты когда родители там поженились да я появилась когда мы с мужем познакомились когда мы переехали в америку лучше все 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 такое самое самое яркое я здесь запечатлела вот и дальше уже не стала перегружать ну либо нужно было посвящать еще какому-то событию но тут не разместить никаких да там не дат ничего вот места мало и и в общем а просто какую-то букву ставите кто потом вспомнит я сама бы и не вспомнила скорее всего так что вот такой вот сэмплер получился длиною просто не знаю но действительно скорее всего два года он классный он очень классный его можно спокойно соединить совместить понятное дело что он получается неровный по границам да здесь меньше здесь длиньше но и сэмплер то мы оформляем как бы с запасом с воздухом и мне кажется смотреться должно в оформленном виде все очень неплохо когда я подберу рамы я обязательно конечно все это дело оформлю то есть цель у меня стоит его оформить и вешать не знаю буду или нет но вряд ли но оформить оформлю точно и обязательно на делу красивых фотографий и поделюсь ими с вами на этом наверное все очень и очень тяжело снимать видео я сейчас сейчас в течение лета снимаю такой влог ну какие-то отрывки да вот видео чтобы о какой-то конкретной работе я не снимала уже очень и очень давно и мне кажется что я скорее всего чего-то не сказала но мне кажется основные основные моменты я упомянула и рассказала вам об этом сэмплере еще раз показал его красоту потому что был период когда этот сэмплер активно все вышивали действительно радовали youtube сейчас сейчас не знаю вышивают его или нет но если вдруг посмотрите это видео обратите внимание на этот сэмплер он он прекрасен и этот garden club и этот anniversary причем скорее всего мне anniversary нравится больше как-то домики мне ближе чем садовая тема вот но я собрала совместила все самое лучшее для себя и безумно этому рада буду заканчивать это видео всем огромное спасибо за внимание спасибо за подписку за лайки за комментарии и всем пока пока спасибо за просмотр! Субтитры подогнал «Симон»